Почему туберкулез становится все более устойчивым к антибиотикам Ксения Колесникова? Рисунок к статье. Можно ли лечить туберкулез стволовыми клетками? Как быстро болезнь приспособилась к сильнейшим антибиотикам? Далеко ли до эпидемии? Об этом корреспондент РГ беседует с директором Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Атаджаном РГШовым. По данным ВОЗ, палочкой Коха инфицирован чуть ли не каждый третий. Это похоже на эпидемию? Читайте также, Ольга Голодец. Массовая вакцинация позволила избежать вспыши гриппа Атаджан РГШов. Практически у каждого россиянина старше 30 лет в организме можно найти микобактерии туберкулеза или ее следы. Но если человек инфицирован, это еще не значит, что он болен. Сильный иммунитет справится с палочкой Коха. Никакой эпидемии. Наоборот, заболеваемость в России снижается. Статистика говорит сама за себя. Кризис пришелся на 2000 год, когда ситуация была катнострофическая. В тот момент заболеваемость регистрировалась на уровне 90,7 случаев на 100 тысяч населения. Потом этот показатель постепенно снижался. И в 2014 году, по предварительным данным, задержался на уровне 59,5 на 100 тысяч. Но не стоит расслабляться. В мире туберкулезом болеют около 9 миллионов человек, а умирают от него около 1,5 миллиона. Россия по-прежнему входит в топ самых обремененных этим недугом стран. Одно время казалось, что врачи победили чахотку. Атаджан Эргейшов – да. Но, начиная с 60-х годов, пациентов лечили одними и теми же лекарствами. За полвека возбудитель болезни адаптировался ко многим антибиотикам. Сейчас эффективных противотуберкулезных препаратов – около 10-12. Как микобактерия приспосабливается? Чаще всего из-за неправильной терапии, нерегулярный прием препаратов или неправильное их сочетание, отрыв от лечения. В результате микобактерии мутируют. Читайте также, стволовые клетки помогли подавить диабет второго типа у мышей. Сегодня каждый пятый впервые выявленный больной имеет устойчивость к основным сильнейшим препаратам. А среди ранее леченных пациентов – таких 40%. Очень сложно, если простой больной находится у нас около полугода, то люди с устойчивой формой туберкулеза – 1,5-2. И полное излечение наступает только в 37% случаев. Статистика по России. В институте туберкулеза мы применяем по 5-6 антибиотиков последнего поколения в комплексе, но даже это не всегда помогает. И сколько стоит лечение одного больного? Атаджан Эргейшов – если это лекарственно устойчивый туберкулез, то сутки лечения обходятся более чем в 5000 рублей. То есть за два года на одного пациента расходуются более 3 миллионов рублей. Новосибирские ученые работают над созданием новой вакцины, а шведские врачи предлагают использовать для лечения туберкулеза стволовые клетки. Можете назвать самый перспективный метод. Атаджан Эргейшов, что действительно имеет перспективу – это новые противотуберкулезные препараты, которые обладают сильным бактерицидным действием. Мы постоянно участвуем в их клинических испытаниях. Например, недавно был сертифицирован препарат, который тестировали в течение трех лет. Он дает очень хорошие результаты. В Иркутске также недавно разработали новый антибиотик, эффективность которого изучается. В целом, инфекцию может победить только комплексный подход к лечению, антибактериальные препараты, хорошее питание, предупреждение осложнений. Какие еще разработки можете отметить? Читайте также. Глава Минздрава Татарстана проконсультирует больных в Instagram от Атаджан Эргейшов. В первую очередь, новые методы диагностики. Если раньше устойчивость возбудителя от туберкулеза к антибиотику определяли за 2-3 месяца, то теперь молекулярно-генетический метод позволяет это сделать за несколько часов. А за 2-3 часа дня можно выявить спектр препаратов, которые на бациллу не подействуют. Сколько человек в год у вас лечится? От Атаджан Эргейшов – около 1500. Кроме того, наш институт курирует 15 регионов. Специалисты выезжают туда на консультации, оперируют в клиниках, читают лекции. Некоторые мамы боятся детских прививок, в том числе и от туберкулеза и манту. Как их успокоить? От Атаджан Эргейшов – противотуберкулезная вакцинация, которую проводят в родильном доме, а потом повторяют в 7 лет, защищает ребенка, помогает выработать иммунитет. И даже если он потом заразится, то болезнь перенесет легче. Очень показательный факт – до введения вакцинации дети часто умирали от туберкулезного менингита. А сейчас он практически не встречается. А проба манту позволяет выявлять арфекцию у ребенка на ранней стадии, поэтому от нее тоже отказываться нельзя. В этом плане родители и врачи должны быть более ответственными.